Вместо тишины и уютной речки туристов встречает мертвая рыба да неприятный запах. Именно так для рязанца Василия Широбокова и его товарища прошел сплав по Пре. Ну да, уж. И вонь какая-то стоит, блин. Да, да, да. Ну вот она вся рыба. Двое друзей спланировали маршрут по Пре от Спасклепиков до Диулина. И уже на отправной точке своего пути, говорит автор видео, все берега усыпаны мертвой рыбой. Итак, 10 километров. Дохлая рыба. Очень много там в кустах рыбы дохлой. Прям вообще очень много. Вот смотри. Траванули чем-то. И вот все берега вот так в рыбе. Печальное зрелище-то. Да, и нигде никаких не всплесков ничего нет. Пачками лежат. О гибели рыбы на Пре писали и раньше. Сообщения приходили еще 30 мая от жителей деревень Калдева, Полушкина и Фомино. Притом деревенские уже выдвинули свою версию произошедшего. С электрическими удочками браконьеры были. Это по данным местных жителей деревни Заводская Слобода. Как раз на прошлой неделе. Но они бы собрали рыбу. Пересказ пересказа, конечно, не истина в последней инстанции. Поэтому причину произошедшего будет устанавливать экспертиза. Стали массово поступать сообщения о погибшей рыбе на реке Пра. К сожалению, мы сами были свидетелями этой ужасной картины. На участке от деревни Калдева до деревни Заводская Слобода все кусты усыпаны мертвой рыбой. Ждем результатов официальной экспертизы проб воды, которые будут готовы на этой неделе. Это сообщение опубликовали 7 июня. Поэтому результаты обещают уже скоро. Нам же остается ждать комментариев официальных ведомств. Валерий Седов, телекомпания «Город». Продолжение следует... Продолжение следует...